Накануне часов 10 вечера на юго-западе Екатеринбурга в цыганском поселке в неярком свете уличных фонарей на перекрестке Циолковского и Московской темно-синий крузак выбил из седла байкера и тот травматично рухнул на асфальт, серьезно повредив позвоночник. До приезда врачей скорой, а по свидетельству очевидцев реанимобиль на место аварии, прибыл минут через 10 почти одновременно с патрульным автомобилем ДПС. Парень лежал на спине, согнув колени и со стороны казалось, что байкер на время всеми позабыт-позаброшен, но так лишь казалось. Буквально через минутку-другую после его падения на Московскую примчалась с полдюжины мотоциклистов и травмированный байкер им был явно не чужаком. С места дорожной аварии скорая уезжала без мигалок, а это значит, состояние здоровья покалеченного мотоциклиста у докторов особых опасений не вызывало. После того, как бедолага покинул поле неравной битвы, его знакомые байкеры разъехались не сразу. Они еще долго, живо и по-мужски сдержанно обсуждали последствия аварии, сойдясь во мнении, что во всем виноват водитель внедорожника. Он, вероятно, в неярком свете уличных фонарей, когда даже бродячие кошки на обочине выглядят темными, не заметил мотоциклиста, когда поворачивал с Московской на Циолковского. Просто видит мотоциклиста и не пропустил маневр. Все. Как-то так. В дорожной битве Land Cruiser получил заметную рваную рану слева под фарой. У мотоцикла, судя по разбросанным по асфальту деталям, повреждения куда серьезнее. Пришли байкеры, сбитый байк вернули на колеса, но, похоже, самостоятельно без ремонта он передвигаться уже не мог. Приходится констатировать и без того очевидный факт. Байкерам и автомобилистам даже во тьме вечерней тесновато стало на дорогах большого города.